Продолжим международной тематикой. Согласно отчету Вуд Маккензи, Австралия и Ближний Восток обладают наибольшим потенциалом стать крупными экспортерами зеленого водорода в ближайшие годы. Оба региона могут стать крупнейшими поставщиками для Северо-Восточной Азии и Европы, рассказали CNBC в руководстве компании. Но, несмотря на большой потенциал, и Австралия, и Ближний Восток могут столкнуться со сложными задачами. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Добрый день, Мариан. По прогнозам экономистов, спрос на низкоуглеродный водород может вырасти к середине века в шесть раз. На этом рынке, согласно отчету Вуд Маккензи, могут появиться два влиятельных ЭДК. Австралия и Ближний Восток способны обеспечить 60% спроса стран Европы и Азии. Всего вировой спрос на низкоуглеродный водород к 2050 году оценивают в 530 миллионов тонн. Только 150 миллионов тонн из них могут отправить морским путем, пощепили аналитики. Если производить зеленые энергоносители, используя возобновляемые источники, не проблема, то их транспортировка весьма сложный вопрос. Большие расстояния и создание дополнительной инфраструктуры, вероятно, отразятся на цене экологически чистого топлива. Некоторые эксперты полагают, что в настоящее время нет коммерческого обоснования для использования зеленого водорода. Но Вуд Маккензи считает, что водород может стать решающим фактором в глобальных усилиях по сокращению вредных выбросов. Ожидается, что затраты на его производство снизятся по мере совершенствования технологии. Спасибо, Айсанж.